Знаменитый мастер джедай Рамкота говорил «Имперская армия бесконечна». Что же это, вполне похоже на правду. Те, кто на моём канале уже давно, возможно, даже могут назвать примерную цифру численности вооружённых сил Галактической Империи, многие десятки триллионов солдат, офицеров, пилотов, спецназовцев, а также многочисленного обслуживающего персонала. И вот сегодня мы наконец приоткроем завесу тайны того, что же представляла из себя Имперская армия, в чём был её состав, особенности, да и вообще всё самое интересное, что только можно уместить в видеоформат. Но перед началом основной части видео я бы хотел посоветовать вам подписаться на канал моих друзей под названием «Надо читать». Канал, на мой взгляд, очень интересный, поскольку позволяет окунуться в мир отличной литературы по Звёздным Войнам и не только, а также насладиться и просветиться интересными идеями, которые содержатся в их коротких, но очень значительных по содержанию видео. Итак, начиная, нужно сказать, что в старом и новом каноне системы Вооружённых Сил Галактической Империи очень сильно различаются между собой, в то время как и в новом каноне, к примеру, штурмовики входят в состав Имперской Армии, а вот в старом каноне штурмовики были совершенно отдельной ветвью Вооружённых Сил, которая не подчинялась обычным генералам армии, а отвечала непосредственно перед Вейдером и Палпатином, хотя оба Тёмных Лорда, по сути, могли передать часть своих штурмовых сил в управление кому угодно, от Гранд-Адмирала или Гранд-Моффа до Правителя Небольшой Планеты. Как нам известно, во времена Раусанской Реформации, произошедшей за тысячу лет до событий фильмов, республиканская армия была распущена. Да-да, те бравые солдаты, которых мы могли видеть в играх про Старую Республику, в эпоху жизни знаменитого Дарта Бэйна, отправились по домам, кто-то, вероятнее всего, пошёл в наёмники, а кто-то вступил в ряды различных сил планетарной обороны, самых различных планет, в результате чего создание Великой Армии Республики в будущем, также известной нам по фильмам как Армия Клонов, оказалось очень дорогим и трудно осуществимым препятствием. В древности в рядах республиканских войск могли служить как люди, так и инопланетяне, но после того, как была создана Галактическая Империя, доступ, если так можно выразиться чужакам, в армию был затруднён, а в Новом Каноне, скорее всего, и вовсе запрещён и хотя фактически инопланетян в армию продолжали принимать, гордое звание солдата они не носили, выполняя функции вспомогательного персонала, а также наёмника. Хотя это всё-таки во многом было более космополитично, чем создавать армию из одних лишь клонов. Как известно, служба в Имперской Армии была добровольной и призыв был явлением чрезвычайно редким, хотя нам и известно, что после смерти Палпатина солдат часто стали призывать. Впрочем, это если говорить о Галактической Империи династии Палпатина, если говорить о династии Фэллов, которые через несколько десятилетий после событий фильмов снова восстановили мощь Галактической Империи, то об армии этого более позднего периода известно очень и очень мало, хотя одним из центральных положительных моментов в ней была возможность поступать на службу и инопланетянам, что позволило не только повысить численность армии, но и привнести возможность использовать плюсы и минусы каждый из раз на поле боя. Ещё одной чертой, которая очень сильно отличала Имперскую Армию от Республиканской, было то, что взаимодействие между разными подразделениями в рядах Вооружённых Сил наконец-то стало по-настоящему эффективным. Если в Республике, особенно в древности, взаимодействие между Космическим Флотом и Иноземными войсками было очень хаотичным и создающим огромные проблемы для генералов, которым, к примеру, нужно было заказать помощь в виде бомбардировочного удара, в Империи проблем никаких не было. И как в старом, так и в новом каноне, космические и наземные войска, а также военно-воздушные силы всегда действовали с поражающей воображение эффективностью. Практически никогда в открытом бою средненький повстанческий генерал не мог и мечтать о победе и да, конечно, нам известны в рядах Альянса также настоящие стратегические и тактические гении, которые могли противостоять Имперцам в крупномасштабной битве, но таких, если так можно выразиться, самородков было очень мало и поэтому большую часть существования Повстанческого Альянса, единственным способом нанести хоть какой-то значимый ущерб, была так называемая Война Гириллиас или использование партизанской тактики ведения войны. К сожалению, после смерти Палпатина эта картина изменилась до неузнаваемости и различные генералы и адмиралы, почувствовавшие себя настоящими феодальными царьками и князьками, вступили в долгую междоусобную войну, предоставив новой республике возможность консолидировать свои силы и даже переманить некоторых из вышеупомянутых генералов армии на свою сторону. Основной единицей имперской армии был отряд или сквад, управляемый сержантом и состоящий из восьми или девяти бойцов. Следующей боевой единицей был платун или взвод, состоящий из четырёх отрядов. Кстати, размер взводов Галактической Империи часто считался идеальным размером для подразделений спецоперативников, о которых вы можете посмотреть в моём отдельном, посвящённом именно этой теме видео. Взводом, как правило, командовал лейтенант. И да, в том видео речь идёт о спецоперативниках старого канона, а вот армейские спецоперативники Ноува, известные как пехотинцы-чистки, скорее всего в будущем получат для себя и отдельное видео, когда информации об этом секретном подразделении станет чуть побольше. Подразделение с примерно 130 бойцов называлось компанией или ротой, командиром которой являлся капитан. В составе армии Галактической Империи также присутствовали особые роты, состоящие из бойцов Компнора, осуществляющие контроль за идеологической составляющей. Как правило, такие роты состояли из экспертов военного дела, идентифицирующих плюсы и минусы тех или иных формаций внутри Имперской Армии и докладывающие о своих исследованиях высшему командованию. Подразумевается, что во многом именно благодаря ротам Компнора в армии шло развитие и улучшение, хотя очень часто высшестоящий генералитет, отличающийся консервативными взглядами, мог попытаться замедлить развитие Имперской Армии. Впрочем, даже несмотря на это, технологическое развитие армии шло семимильными шагами и многие технологии вроде тех же турболазерных пушек на 8080 вошли в массовое употребление именно в эпоху Галактической Империи. Выше роты находился батальон, управляемый майором и состоящий из более чем 500 солдат. Выше него находился полк или Реджимент, управляемый лейтенантом-полковником, которого мне хотелось бы назвать младшим полковником, а также боевая группа из более чем 8000 бойцов, управляемая высшим, ну или, если так можно выразиться, старшим полковником. Четыре боевых группы составляли корпус, а четыре корпуса составляли армию из почти 150 тысяч солдат, управляемую генералом. Высшие генералы, маршалы, а также локальные моффы генералы тоже управляли юнитами, которые назывались армиями, только эти армии были известны как системные или секториальные армии, осуществляющие боевые действия в пределах целых звёздных систем. И хотя размер каждой такой армии по меркам звёздных войн был совсем невелик, всего какой-то миллион солдат в галактике, в которой служили десятки триллионов, но как правило даже миллионы солдат с лихвой хватало на то, чтобы успешно провести боевую операцию в целой отдельно взятой звёздной системе и подчинить её воле империи. В новом каноне Звёздных войн в состав имперской армии также входили так называемые легионы. Взять к примеру Стальной Легион, а стоп, не та вселенная. Так вот, если говорить о легионах, то основными бойцами в них были не простые армейцы, а штурмовики, о которых вы можете посмотреть в отдельном видео. Для лаконичности картины лишь ещё раз укажем, что в Старом каноне Легионы Штурмовиков в состав имперской армии не входят, подчиняясь напрямую воле Императора Палпатина. Каждый из вышеуказанных видов подразделений мог специализироваться на чём-то своём, получая соответственно и своё собственное присущее только ему обмундирование и технику. К примеру, как в Новом, так и в Старом каноне нам известно отдельное подразделение болотных пехотинцев. Ну а уж об огромном количестве самой различной техники на службе у Галактической Империи и говорить только всласть. Тут тебе и шагоходы, и артиллерийские установки, и огромные колёсные джиггернауты, каждый из которых был размером с замок, и гусеничные машины, и лодки, и, конечно же, танки-антигравы, достигающие огромных скоростей, сохраняя при этом свою огневую мощь. И это ещё не говоря о видах вооружения для пехоты. Тут тебе и бластерные винтовки, и пистолеты, и роторные бластерные пушки, и ракетницы как времён Войн Клонов, так и совершенно новые, и тяжёлые бластеры, и бластеры серии Э-Вэб, и снайперские винтовки, и термальные детонаторы, и звуковые гранаты, и дымовые шашки, и гранаты-вспышки, и звуковые разрыватели, и даже ионные дезрапторы, которые, кстати, вскоре даже были запрещены Сенатом Галактической Империи. Кстати, ещё один интересный факт. Боевые дроиды в новом каноне Сенатом тоже были запрещены, но это не помешало Имперской Армии использовать их, назвав их дроидами-часовыми. Мол, это просто охранники. Ну и да, конечно же, не будем забывать и о кавалерии, которая состояла совсем даже не из наездников на лошадях, а из наездников на дьюбоках, летающих аюас, ползающих гелогрубзах или гелоличинках, зубастых блургах и элегантных крысьанских топтунах. Вообще, конечно, перечислять все доступные Галактической Империи отряды можно ещё очень и очень долго, поэтому, скажем, по существу, Имперская Армия была самым настоящим огромным по размеру многофункциональным организмом, десятки триллионов хорошо обученных людей, синергии создающих самую мощную за всю историю далёкой-далёкой галактики Армию. И да, в будущем мы с вами поговорим ещё о многих других интереснейших деталях вселенной Звёздных Войн, впрочем, это история другого дня. Спасибо каждому из вас, кто досмотрел видео до конца. Не забудьте поддержать цикл видео о вселенной Звёздных Войн лайком и комментарием. И да пребудет с вами сила всегда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok